В прошлом году этот велосипед объездил все веломастерские в городе. Там чинили некоторые запчасти, некоторые детали настраивали. А к нам он попал в прошлом году по поводу ремонта ассистента. Вот этот датчик стоял неправильно, неровно, я его сделал нормально. Велосипед отъездил еще один сезон. Теперь возникла следующая проблема. Во-первых, умер аккумулятор. Надо будет придумывать что-то с этим аккумулятором полностью. Во-вторых, здесь очень сильно люфтит каретка. А каретка нестандартная. Она на шариках и ширина стакана 110. А такого в природе вроде как не бывает. Сейчас я буду его разбирать и думать, как мне его отремонтировать, на что можно заменить. И шатуны я уже снял. Велосипед упал на бок. И один шатун погнулся. Надо будет искать новые шатуны, у которых защита цепи, защита звезды с двух сторон. Пока таких я тоже в магазинах не видел. То есть тоже будем придумывать. Замена заднего тормоза, потому что он все, полностью умер. И, возможно, замена цепи и трещотки сзади. Удалось выкрутить каретку. Кареточный стакан здесь 110, а обычные стандарты 100 и 120. Сейчас будем придумывать, как сюда 120-й установить через проставочные кольца. И вот такой необычный здесь нужен был съемник для каретки. Тоже нашли. Тоже все получилось открутить вообще идеально. Немножко почистить. И установим новую каретку сюда. Наверное, вот это все тоже придется чудо поменять, потому что здесь, конечно, грязище. Посмотрим, что с системой. Какая система будет новая. Интегрировали сюда 110-й стакан, 120-ю каретку на промподшипниках. Поставили проставочные кольца, поставили ассистент. Очень много времени на это ушло. Все работает, можно ездить. Видите, какой чайлайн кривой туда. Здесь звезда огромная, там звезда маленькая. Очень неудобно. Клиент хочет почему-то большую звезду сюда. Я думаю, что ему надо просто в два раза меньше сюда звездочку поставить. Тогда чайлайн будет прямой и будет все вообще отлично. Он сейчас приедет, будем обсуждать.